Я расскажу о проекте проспекта Рокоссовского и несколько подробней о планировочном узле на пересечении проспекта Рокоссовского и велосипедового переулка. Вот эти два слайда это существующая ситуация на данный момент, фрагмент Google Maps и поперечный профиль существующего на разных участках. Своим проектом мы хотели решить следующие проблемы. Первая из них это избыточная ширина проезжей части, вторая это отсутствие выделенной полосы для движения автобусов, третья это неравномерное распределение парковочных мест на проспекте, четвертое это отсутствие вообще какой-либо велоинфраструктуры, пятое это отсутствие удобного пешеходного маршрута и шестое это отсутствие активных фасадов, ну точнее не то чтобы отсутствие, но малое количество и вот какие решения для них мы предлагаем. Я предлагаю пояснить, что значит активные фасады. Активные фасады это объекты общественного обслуживания в первых, как мы предлагаем, в первых этажах зданий на проспекте. То есть они формируют трафик определенный. Собственно вот этот проектный профиль проспекта, ну и пути решения, которые мы выбрали для проблем, которые только что озвучила, это сокращение проезжих, сокращение проезжей части, то есть с трех-четырех полос для автомобилей мы сократили количество их до двух. Создали с дилинеатором выделенную, вообще выделенную полосу для движения автобусов. Я чуть подробнее расскажу о выделенной полосе для движения автобусов, называемой системой БРТ, когда перейдут к узлу. Парковки мы сделаем линейные парковки тоже с дилинеатором и отдельным проездом для них. Также прокладываем по двум сторонам проспектора Косовского велодорожку. И поскольку мы решили делать активные фасады у первых этажей зданий, сдвигаем пешеходный транзит, собственно, вот к этим активным фасадам. Как я и говорила в начале, обещала, подробнее остановлюсь на узле на пересечении проспектора Косовского и велосипедного переулка. Вот это существующая ситуация на данный момент. Из проблем сразу бросается в глаза, я думаю, видно. Это то, что существующая застройка не формирует удобных и легко считываемых пешеходных маршрутов. Также отсутствует разделение пространства вот здесь вот видно и вот здесь. Твор вообще не сформирован. Это как пример частный. Не существует разделения на публичное пространство и приватное. Также есть большие площади, не используемых пространств. Ну вот, я думаю, понятно. Отсутствуют активные фасады, велоинфраструктуры, опять же, вот тут нету никакой. Ну и безбарьерная среда. Тут вот перепад перельефа достаточно значительный. Безбарьерная среда организована очень плохо. Ну и вот проектное решение, которое мы предлагаем. Мы достаточно активно дополняем существующее пространство за стройкой с целью формирования удобного и комфортного пешеходного транзита. Вот он, пешеходный бульвар. Вот, вот. И повышаем тем самым интенсивность использования этого пространства и его эффективность. Собственно, нагляднее, мне кажется, видно вот на этом слайде. Новая и существующая застройка. Новая — это красная. То есть, ну, мне кажется, вмешательство очень хорошо заметно. А синяя — это существующая застройка. Возвращаясь, публичные пространства общественные отсутствуют, либо они отсутствуют, но плохо организованы. Поэтому на верхнем уровне рельефа мы делаем пешеходный бульвар. Вот, я его уже показала. Озеленение существует в достаточно большом количестве, но так как оно не насыщено элементами благоустройства, мы его элементами благоустройства насыщаем, и существующая озелененная территория превращается в мини-парк. Площадка перед Полесьем. Вот она. Трансформируется в визуально привлекательное общественное пространство. Тут сиденья, Wi-Fi-зона. В общем, да, должно быть комфортно, по идее. Велоинфраструктура, которая, как я уже говорила, отсутствует. Вот велодорожка. Тут припад рельефа, поэтому тут вот пандус. Велодорожка имеет ветвление. Вот, тут она ветвится. Вот. Вопрос с парковками мы решаем следующим образом. Вот вы видите деловой центр, мы тут раздвигаем. И под ним организуем подземный паркинг. Также парковки организуются по велосипедовому плюгу, вот по этой стороне. Вот такой вот момент. Я забыла упомянуть, что в силу перепада рельефа очень большая стесненность вот именно на этом перекрестке, усугубленная расположением остановки. Остановка была расположена вот тут. Вот тут остановка, там большой перепад рельефа, и, конечно, двигаться пешеходом там не очень удобно. Вот. Мы остановку смещаем на другую сторону велосипедного переулка, то есть вот здесь вот она теперь. На ней будет расположен медиаэкран и какой-то объект обслуживания. Ну, собственно, это, мне кажется, достаточно так, несколько экзотично смотрится в наших условиях остановка перед перекрестком, но подтверждение своих слов. Вот примеры. Это примеры в городах, в которых существует система Bus Rapid Transit. В силу того, что, как я и говорила ранее, полоса для автобусов выделена и выделена с делиниатором, то есть по ней движутся только автобусы, мы имеем возможность сделать автобусную остановку перед пешеходным переходом, ну, перед перекрестком. При этом движение ни в коей мере не затрудняется. То есть БРТ – это система движения транспорта по выделенной полосе. На наш взгляд, она является такой абсолютно адекватной альтернативой метро, менее затратной в области возведения, но более затратной в области оплачиваемой труда водителя автобуса. И вот, подхожу к концу я. Это транспортная схема. Собственно, вот это проспект Аркасовского, вот велосипедный переулок, кружочками обозначены основные пешеходные пути и транзиты. И вот то, что залито таким синим непонятным светом – это так называемый shared space, то есть въезды все во дворы мы делаем в одном уровне с тем пространством, где движутся пешеходы. Ну и в завершение я бы хотела показать то, как мы видим это в объеме. Автор коллажей Анастасия. Вот, собственно, вот так. Передаем общую атмосферу. У меня все.